Какого разума могут добиваться люди, называющиеся учеными? Какая книжка вы получили на английском языке? Кто здесь в этой книжке? Прекрасные знания, просто благодарны. За меня работа делают, правильно? Но в этой книжке приведены раскопки, которые нашли высушенные мумии людей в одежде. Сейчас скажу. Посмотрите, ткани сохранились, волосы, даже татуировки на руках сохранились. Так вот, где вы думаете, кто вы думаете, где это нашли? Вы понимаете, что это европейцы, да? У вас квартиры. Мои квартиры. Вы почти правильно. Все в Китае. Это доказывают раскопки в районе Урум-Чимуми, проводившиеся в 1987 году в Центральной Азии в бассейне реки Тарим. Члены этой общины хоронили людей в очень сухой и зачастую соленой почве. В результате этого многие тела очень хорошо сохранились, и в некоторых случаях можно даже увидеть черты европеоидной расы, как светлые волосы и белая кожа. Так все белая раса, азиаты, между прочим, потому что все племена белой расы вышли из Асии, точнее, не Азии, а Асии. Потому что территория Европы была долгое время покрыта ледниками, и, естественно, там никто не жил. А вот только жили на территории. Раньше жили, но после Казахстана там уже никто не жил. А очередное заселение было происходило только после Казахстана, только где-то примерно 5 тысяч лет назад. Все. Можно продолжать до бесконечно, я тут же не захватил с собой книжку другую, где китайско-американская экспедиция раскопала в сеном Китае, то есть в русских землях, если прямо говорить, сохранившиеся мунифицированные тела умерших 4-5 тысяч лет назад белых людей, у которых даже одеяния совпадают классические европейские, славянские орнаменты и так далее. И вот эти, извините, ученые, я хотел сказать грубее слово, идиоты, но все-таки смягчил, сказал ученые, начинают заявлять, что вот белые европейцы пришли в Китай 5 тысяч лет назад, чтобы пожать руки. Значит, представьте, они шли из Европы через всю Сибирь, через Урал, перевалили всю Западную, Восточную Сибирь, через пустыню и пришли пожать руки китайцам. Но 5 тысяч лет назад европейцев в Европе не было. Это все знают. Так откуда же они пришли тогда? Понимаете, ну хоть бы изучили то, что уже другой, понимаете, они изучают там Китай, вот что, к чему приводит идиотизм специализации. Вот китай-аведы, вот они Китай изучают, и они абсолютно, они бремесы не знают, что происходило в Европе. Ну как вы можете изучать что-то, не имея представления, хотя бы в общих чертах, вот цель на картине мира, какие племена где жили, какие расы где распространялись. И вот такой маразм действительно возникает. Оказывается, 5 тысяч лет они пришли, еще фильм сделали, каждый, где показывают и восстанавливают, что белые люди пришли и руки пожали китайцам. А чтобы вам было понятно, китайцы руки особо не пожимали никогда. Я вам приведу один пример, чтобы вам было понятно. Ну вы знаете, наверное, что я прожил в Штатах 15 лет. Так вот мне приходилось столкнуться с одним человеком, он сам китаец, американского правительства, он же родился в Америке, но его отец, кажется, или не спрашиваю, тоже китаец, но, естественно, из Китая. И вот у него мальчик, его отец выписал мальчику из Китая. Китаемку американцев не стал брать. И когда возникла ситуация, когда у него там отца была серьезная проблема, то есть он пожилой человек, уже не болел. Я говорю, ну хорошо, я обычно, у меня нет времени, чтобы ездить по больному. Я говорю, ну хорошо, давайте я подъеду к нему, посмотрю. А он мне говорит, нет, это невозможно. В Америке за 30 лет ни разу белый человек не приспал порог нашего дома. Это не в Китае, извините. За 30 лет ни разу белый человек не переступал порог нашего дома. А тебе представьте, какие руки пожатия могло быть 5000 лет китайцами. Особенно, если я учусь, что наши предки их разбили в пух и прах 7500, чуть больше, чем с 1500 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok